Ефим Шифрин Я недавно в жене перед сном говорю, девушка, где я вас смог видеть? Ну, это у нас условный сигнал такой, мол, как ты сегодня? А вот сегодня даже не мечтать. Очень плохо себя чувствую, очень устал весь день без воздуха. И главное, знаете, смотрит как-то враждебный, чувствует, что неправа, еще больше раздражает. Ну, что ты спрашиваешь? Сам мог бы заметить. Ну, ты же только о себе, только о себе, это у меня к тебе чувства. А у тебя ко мне одни только инстинкты. И даже в них ты меры не знаешь. Какая мера, что Минздрав, я ничего не предупреждала. Нет, главное, потом еще сказала, что забыла, когда я последний раз цветы дарил, когда шампанским угощал. А потом, знаете, как сказала? Жена всю жизнь невеста. Занесла ее. 20 лет замужем, все невеста. И инстинкт, между прочим, это не прихоть, а приказ. Это приказ космоса. Ну, я чувствую, что она в таком состоянии, бесполезно рассказывать про космос. Я взял незаметно ключи от машины, говорю, пойду тоже прогуляюсь. Воздуха тоже что-то не хватает. Сел в машину, рванул на улицу. А они у нас там стоят, эти... Ну, которые космосу помогают. Ну, я подъехал ко дно и спрашиваю, сколько? Говорит, 4 тысячи. Я говорю, абонемент, что ли, надо? За час. Деньги вперед. Я думаю, ни хрена себе, это... Если рабочий день, 8 часов. Не, ну, даже если с выходными, это получается 8 на 4, еще на 22. Получается не хуже, чем у министров. А может и получше. Неплохо устроились министры. Хотя их тоже каждый день. Трясут, будь здоров. Я говорю, а что значит деньги впервые? А если товар залежал? А не на рынке. В смысле, пробовать не даю. Вот, я тоже так вот сперва смутился. Потом, когда он мне уже окончательно прояснил, как заору, 4 тысячи. Да у меня жена за 4 тысячи неделю пашет без воздуха, без шампанков. Совесть у тебя есть? Ну, она сказала, где у ее совести. А тут еще смотрю, два мордоворота бегут. Я по газам еду, думаю, ну, ни хрена себе, 4 тысячи. Это хамство какое. А за что, собственно? А мне деньги, что, даром даются? 4 тысячи. Не напасешься, плюнул даже. Попал в лобовое стекло, ничего не видно сразу стало. Но зато сразу стало окончательно ясно, что проституция – это позорное явление нашей жизни. Это позоришься, это грязь. Это грязь. Люди, где грязь стоит 4 тысячи? Если два раза в неделю весь в грязи, это... Не, ну я столбик обзорю. Это 2 на 4. Еще на 4. Это 32 тысячи. Это что, с ума, что ли, сослежит? А в семью тогда что? Не, ну детям что достанется? Дети растут не по дням, а по часам. Все творят, гадюлки. А если каждый день в грязи? Это 4 тысячи. На 30 дней это сколько примерно? Это даже сразу не сосчитаюсь. Ну я потом успокоился немного, подкатил в супермаркет. Ну взял вот цветов, два букета, шампанского. Прихожу домой, жена на пороге. И плачет, и улыбается. Говорит, а я видела, как ты незаметно ключи от машины взял. Еще подумал, может он за цветами. Я говорю, интересно ты. А куда еще я мог поехать? Ну тут же все на стол. Ну пить не стали. Весь день без воздуха. Сразу в постель. Легли она мне локтем, так бог, офицер, сигаретка не угостите. Ну это у нас условно. Я говорю, с удовольствием этого добра у нас, хотя Минздрав предупреждает, что чрезмерное курение вредит вашему здоровью. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ